один раз здесь в городской области станция Батецкая мы с женой так как я бродяга был решили дойти здесь такая деревня Григорьево несколько партизанских отрядов и думал пешочком там в Парижке Черной, от Батецкой и Ливии три дня мы были в этом я на третий день уже заставил и мы занощевали у бабушки с дедушкой и я спросил, а сколько дождь идет пятый день уже как сегодня но тогда дождь проливной был и нужный вот представьте, два километра пройти по такому дожди, не стрятаться нет, у меня есть такие, я там короткие ну конечно я сейчас на России хотел посчитать просто вот эта станция Батецкая она мне запомнилась да, вот такая и отдельный партизанский это мы нашли, конечно но толку-то не было потому что под дождем постояли минутку и ушли и тоже под дождем стояли начну я, значит, в России а вырос я сам правильно сказали я родился в Венеграде но так как здесь это было жильем а, родился я в общежитии а комната была на пять синих вот представьте, общежитие комната на пять синих конечно меня отправили года не было в деревню в губернию где-то с бабкой да, я вырос под городом Ташков сошел в город такой вот провинциальный там ну, одна особенность 30 церквей сейчас почему-то по основным данным 40 уже ну, думаю, может старое восстановление а у нас в деревне соседнее село было как раз архитектор любого его, кстати, до сих пор не представлена а действительно памятник 19 века считается ну, не от представленная а я маленький был там было зернохранилище все наши святыни особенно православные святыни подверглись не то, что это унижение это как бы нашли другую сферу и там было зернохранилище ну, в общем-то, было унижение у меня есть про Северский монастыр то же самое вот Бойцы Гребский монастыр в Ташке это были тюрьмы натуральные тюрьмы поэтому унижения церковного не было потому что святой не унижение а просто как бы принадлежение вот такое было и наша церковь такая вот в соседнем семье вот как раз подтвердность вот такому забвению и когда говорят вот любовь архитектор любовь известнейший вот и рецепт о запустении вот многие церковные сейчас я знаю реставрируют а на нее вот исходя на части не можете никак найти средств а это все-таки пресли там и неизвестным тоже поэтому вот отсюда мое вот такое внимание России Россия достаточно глубинная что долготерпение русского народа дорога что их сказка и легка где свет вам падает сквозь туман восхода вливается в небе сквозь века родина наверное скрыбили на меня твои глаза глядели широко распахнут и лето оттого мои стиха двадцать лета что будильный пчел риск окружения было как природа отражение и ики свечения и заката мне в сознание вырезалось когда-то удивление и теперь на свете я живу чтоб свадьи светы рукопись а я читаю русский иного видеть не могу я ее муюсь вечным грудь изберет и что ставить снегу может где есть слово поновеет может где и образ словно гвоздь может где есть зимний соловей только повидать не доверось и синичка как душа светла суетливы здесь и здесь они за окном суетом ики деклар на ветру промерзну до корни здесь и слова родина здесь может начинается серьезно понимание заречки есть деревенька смертная беретка что жизнь как щитовик банально права и время возвратить умно ли мне родись я раньше меня держала знала она ближница или меня и до сих пор всех лет архивы хранили по моим вечернамике а так сижу ухинского залива на камешке земле отрасли играет солнце мягкими лучами теряясь где-то в темной глубине вот так я разменился с палачами а если породиться позже мне пытался посоветовать приюта и вся как говорится недолга кому судьба такого баламута была нужна и даже дорога а так сижу ухинского залива на камешке вверх тоски и думаю возвышенно красиво а жизнь тем печально вопреки зенеглазая видится родина белая серая покроя небес прекраснее нашелся смородина и жаречку в ягодах лес раступить молодое приволе всех ветров и боли чтобы я о природе словам плавословия и тропинкой спешил углы ручья тем маленьким стопотом патогенные вырастали на влюбках чтоб я слова находился краевными притянули заполенных чищок вспоминали были не были деревенской приводной поры ведь меня и данные не предали незабвенно выпили мир народе никак на чужине доской пороги не болит морю скалу неприметная родина русская коревая моя сторона соловья печали всех русскими и страданий помост полна и полная чаш и хребнувшая вологодского пива на морозе как будто ухлая применяешь погибель свою и в храме слова покаянные повторяйся православные 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 несказанные утвержденные следы вот из того же вот это следующее стихотворение был у меня один знакомый вот когда фильм какой-то похожий смотрел каждый день начинается все снова вот у меня память после травмы у него памяти не стало на котором помнит только то что есть и каждый раз он переписал новое стихотворение вот это которое я буду читать и он начинал с этого стихотворения я не знаю время сейчас уже прошло давно я его не видел все может быть но само по себе вот это стихотворение для него было начало каждого нового то есть не повторяю что нам Москва советы да указы у Петербурга нищета в частности Петрович Трискалимов то есть зараза поговорим за русские пути Москва с ума и нам они калят у них свои московские дела России там и кошки не наплакать хотя ведь раньше русскую была провинция вот русская держава столичный магазин вахарьки в лесу Петрович а России слава да здравствует Россию мужики и голосом правильный вот это устали мангенцы глаголи истины всегда и в завершении я прочитаю вам творение вот судьбе но учетом своего возраста вы вот обмеки что я не всегда такой был но эх ты тройка веселая пения эх ты прошлая сказка моя судьбе как тянет старой это все что нет спасибо 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 спасибо